Кировники Министерства информации и культуры, выконавших комитета у всех узровнев, главные редакторы региональных газет, представители областных структур и громадских организаций на коллегию Головного управления идеологической работы запросили около 300 человек, тех, кто вызначает идеологическую политику и тех, от кого залежит эффективность ее реализации. Проанализовать успехи и недопроцовки, как докладно вызначить перспективные накерунки дальнейшей работы, и бы дай одна из главных задач – измасснение кадрового потенциалу. Сегодня у маль 60% представников идеологичной вертикали Гоминской области стаж работы на взаимаемой посаде не перевышая 5 годов. Первая важная большая идеологичных работников свыше 75% жанчины. Правда, о неких зовах минавито до их работы никто не выказывая. Потребование для всех одно – головное, как специалист мог прийти у любых коллектив и отказать на любое пытание. Люди, которые не боятся идти в трудовые коллективы, встречаться с населением по месту жительства, открыто говорить о самых актуальных проблемах, о том, что сегодня есть проблема, но всегда есть пути ее решения. Всегда нужно открыто смотреть людям в глаза и дать возможность людям высказать эти проблемы. Значная увага в этом году удосконаливанию работы региональных СМИ. Зараз на Гомичине зарегистрированы 24 державных газеты с огольным тиражом по 165 тысяч экземпляров. Иншая справа, что сегодня эффективность их работы оценивается уже не только колькостью над рукованных сторонок. Необходно больше активно працевать в интернет-просторы. Навод властные сайты теперь уже не подставят до гонору. Это сегодня создание специальных приложений мобильных для тех, кто хотел бы не только дома, но и в пути, в дороге пользоваться самой свежей и нужной информацией. Я сегодня хотела бы обратить ваше внимание, что мы должны формировать культуру потребления информации. Не застанутся по зауваге идеологичной витакали и мероприемства, которые будут проводиться в рамках Года культуры. Тут время широкий спектр работы от мониторинга культуры Паводина у кероников субъекта господарня и захования дисциплины их подначаленными до модернизации полиграфичных предприемств и развития регионального радиовещания, плюс информационное сопроводжение таких социально-значных падей, як 75-е годы початку Великой Отчинной войны и 30-е годы Чарнобыльской катастрофы. Это и ваши фестивали, и ваши святы, и ваши помники на отражение традиций местовых регионов, то есть на все тое, что будет сприять и развитию культуры региона и увеличению культурно-туристического потенциала как раз в Гомельщине. И в протяге темы Года культуры, подчас работы коллеги Головного управления идеологичной работы культуры и по справам молоди вручаются гоноровые дипломы меценатов культуры Беларуси, сервитов знагородженных, простонки предприемств и громадских организаций, которые унесли значный вклад в развитие Голины. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадо-компания Гомель.